В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2». В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2» 12.54. РИА Новости, Илья Питалев, рабочий на участке строительства газопровода «Северный поток-2». РИА Новости, Илья Питалев, рабочий на участке строительства газопровода «Северный поток-2». Архивное фото. Люксембург, 7 июля РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которая расценивает «Северный поток-2» и «Турецкий поток» как потенциальное средство политического и экономического принуждения, зависимых от поставок энергоресурсов государств, соответствующую поправку в документ внесли парламентарии США. Автором резолюции «Энергетическая безопасность» в регионе ОБСЕ является парламентарий из Литвы Рутамилюте. 4 июля, 8 часов. «Газпром» вытесняет американский СПГ из Европы. Документом выражается обеспокоенность по поводу коррупционной практики, в частности в рамках государственных монополий, работающих в энергетическом секторе, а также подчеркивается необходимость развития диалога между странами, экспортирующими, импортирующими энергоресурсы и осуществляющими их транзит. Резолюция призывает правительство государств-участников ОБСЕ воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов. 5 июня, 8 часов. Новый план экономической войны США против России. Парламентарии США совместно с несколькими представителями Литвы и Канады внесли поправку, который документ выражает особую обеспокоенность по поводу проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» и их потенциального использования как средств политического или экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников. Речь идет о росте опоры на один источник – энергоресурсов. Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого. Это может привести к росту коррупции и нестабильности в регионе. Как только что выступила Украина, есть целый ряд последствий, связанных с продлением потока. Турецкий поток повышает способность влиять на другие страны Россией, и это может иметь негативные последствия. Мы не можем позволить России драматически поднять зависимость Европы от своей энергии. Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком». Я призываю всех коллег поддержать данную поправку, сказал конгрессмен США Ализел Дин. 23 мая 2017, 17-21 «Северный поток-2» Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта в инфографике. Турецкая делегация в свою очередь выступила против поправки, так как поставки будут зависеть от соглашений между государствами, которые должны свободно выбирать присоединяться к «Турецкому потоку» или нет. Кроме того, были приняты еще две поправки также авторства парламентария в США. Ими предлагается государством-участникам ОБСЕ создать инфраструктуру, которая необходима для присоединения ко все более глобализованному рынку природного газа, в том числе путем укрепления региональных взаимосвязей, а также предлагает оказывать взаимную поддержку в сдерживании и пресечении попыток стран. Использовать поставки энергоресурсов как средство экономического принуждения. Комитет по итогам обсуждения принял резолюцию с учетом поправок. 17 июня. 8 часов. Зачем поляки превращают страну в газовый баллон?